Отвечаю! Видеокамера, на которой я на сегодняшний момент записывал все свои ролики, называется Xiaomi Yi 4K И еще там плюсик обязательно в конце Выглядит этот кусок китайского говна вот так вот А вот так выглядит в полном сборе комплект для записи от первого лица Сама по себе видеокамера здесь несколько теряется А самая важная здесь часть, как вы сами видите, это мои огромные яйца Вы сейчас можете слышать какую-то странную штуку в моем голосе Это не московский акцент, это просто раздражение В вопросе, на какую камеру ты снимаешь, нет ничего плохого Просто короткий ответ, который я могу дать, он будет абсолютно корректен И он же будет совершенно бесполезен для вас Если я использую эту камеру, то это не значит, что я вам ее рекомендую покупать А вообще я вам рекомендую не покупать никакую экшн-камеру Вообще самое интересное, что вы можете снять на свою экшн-камеру Это то, как вас сбивает автомобиль или вашего товарища сбивает автомобиль Но для такого рода материалов лучше купить себе специальный вело-видеорегистратор Просто потому, что у него автономность намного лучше У экшн-камеры же есть такой прикол, что работает она от батарейки недолго Причем чем экшн-камера круче, тем меньше она работает от батарейки Ну а если вам просто хочется иметь какую-нибудь маленькую камеру Которая бы помещалась в кармане для съемки чего попало То я вам советую не покупать это говно с фишаем А обратить внимание на такую штуку, как G.I. Osmo Pocket Я ее, правда, никогда в жизни в руках не держал Но у нее слишком беспроигрышная концепция, чтобы это было плохим советом На этом все полезные советы, которые я вам мог дать, заканчиваются И дальше я просто паную о том, что мне самому интересно Итак, почему я снимаю на морально устарелый, давно серийно невыпускаемый кусок китайского говна? Короткий ответ, потому что мне хватает Длинный ответ, потому что те многие возможности, которые предоставляют современные камеры Они мне либо не нужны, либо вообще являются откровенным наебательством Давайте начнем с самой флагманской фишки, со стабилизации Программная, внутрикамерная стабилизация, которая основана на показаниях с акселерометра Это, без шуток, прекрасная и очень эффективная технология И во всех моих роликах она при записи была отключена к чертовой матери Причина тут очень простая, она тоже не дается бесплатно В том смысле, что она, например, корректно работает только в режиме съемки с короткой выдержкой А мне нравится снимать с длинной выдержкой Почему мне нравится снимать с длинной выдержкой? Потому что в этом случае на видео появляется motion blur Потому что видео выглядит гораздо плавнее За счет того, что, например, обгоняющие тебя машины перестают телепортироваться из кадра в кадр Потому что все движения в целом передаются гораздо лучше А если вы могли заметить, у меня в роликах очень много движения Объекты, которые движутся относительно камеры, рисуются не так, как объекты, которые относительно камеры стоят Битрейт расходуется более эффективно За счет этого нет тех самых артефактов, которыми пестрят другие футажи с GoPro на других каналах Ну и еще по мелочи, там, например, светофоры перестают мерцать и лампы освещения тоже Ах, да, еще лучшая производительность при низком освещении Короче, есть некоторые причины Короче, нравится мне снимать с длинной выдержкой Окей? Просто нравится Дальше Когда ты включаешь эту самую стабилизацию, у тебя отжирается угол обзора Причем отжирается весьма значительно Это немного решается покупкой, например, Max Mode для GoPro Но в действии я его еще ни разу нигде ни у кого не видел, кроме как на рекламных роликах, например Если у тебя отжирается угол обзора, то у тебя автоматически пропадает на видео ощущение скорости, которого при езде на велосипеде и так нихрена нету Потому что велосипед, он не ездит очень быстро Ты по прямой можешь разогнаться до 40-45 км в час, но не более Ну и еще есть такая беда, что из-за короткого буфера кадра в самой камере при использовании внутрикамерной стабилизации у тебя изображение все время куда-то плывет Это весьма заметно и это раздражает Эту проблему можно обойти, если пользоваться не внутрикамерной стабилизацией, а записывать данные с акселерометра в специальную метадату Потом, значит, на эту метадату натравливать специально купленное отдельное приложение, которое называется RealSteady Ой, ну кто про это вообще знает и кто это вообще делает Да и вообще, если вы хотите идеальной внутрикамерной стабилизации из коробки, просто обратите внимание на то, что существуют панорамные камеры Они же 360 камеры Там тряски не бывает вообще, потому что там и угла обзора не бывает Окей, с одной фичи разобрались, едем дальше Пиксели хуиксели Я, честно говоря, не знаю, как убедить человека в том, что ему не нужно 4К И вот вам, пожалуйста, простой пример Это фотография, я ее сделал, она в 4К А вот эта, она же, только я ее жрал 4 раза, а потом растянул 4 раза Если вы не заметили разницу, то поздравляю, 4К вам не нужно Кроме того, я вам могу сказать, что всего лишь при разрешении в 4 раза меньшем, в 1080 Дорогущая 35-миллиметровая голливудская пленка начинает ощутимо шуметь Ну а средний фильм 1080, он весит порядка 20 гигабайт Так что большинство фильмов, которые вы просматривали дома Вы не просматривали даже в HD качестве, не то, что в 4К И почему-то из-за этого не умерли Но вот свою сраную покатушку вам обязательно надо снять в 4К, ну а как же Особо умудренные мне тут могут возразить, что, дескать, съемка в 4К нужна для того, чтобы YouTube выдал тебе повышенный битрейт Есть такой способ, этот способ весьма сомнительный И битрейт нужен для того, чтобы победить как раз эти артефакты на YouTube, которые появляются когда ты загружаешь туда видео с GoPro Если вы хотите узнать, как с этим бороться, то поздравляю, я знаю об этом все, потому что у меня этих артефактов на роликах нет, как вы можете сами убедиться Если вы хотите, чтобы я вам об этом рассказал, нажмите там какие-нибудь кнопки внизу, пожалуйста Так вот, для того, чтобы загружать на YouTube в 4К, вовсе не обязательно снимать 4К Нужно просто растянуть изображение до нужного разрешения Собственно, то, что вы сейчас видите, именно так и было получено Это не снималось в 4К Это просто было растянуто Но вы можете нажать на иконку с шестеренкой, выбрать там 4К и хуй вы когда заметите разницу И давайте еще раз вернемся к той фотографии Возьмем уголочек и растянем его так, чтобы нам прям конкретные пиксели было видно Вот это вот 4К А вот это вот я сжал в 4 раза, потом растянул в 4 раза Так выглядит улучшение качества в 4 раза И здесь мы приходим к еще одному большому недостатку любой экшн-камеры Это ее мыльность Говоря более выебистым языком, это низкое оптическое разрешение Все экшн-камеры в жопу мыльные И с этим ничего нельзя сделать просто по той причине, что мыльные они Потому что у них маленький объектив Когда световые волночки проходят через маленький объектив Они начинают сношать друг друга, и это называется дифракцией Можно конечно сделать объектив побольше, но какая это будет в жопу экшн-камера, если она будет весить килограмм, так? И прогресса здесь никакого ждать не придется Потому что оптика нихера не развивается То есть за все время, что я жил, я никакого прогресса пока что не видел И вообще, если вы окунетесь в чудесный мир фотографии, например, то вы обнаружите, что тот объектив, который стоил 10 лет назад тысячу долларов, сегодня можно купить за полторы тысячи долларов бэушный Это вам как бы не айфоны, не электроника Да, и с электроникой уже начались проблемы в плане того, что закон Мура его немножко отменили в третьем чтении, да И так как этого прогресса нету, то шестая Голпроха была такая же мыльная, как сейчас седьмая Седьмая такая же мыльная, как восьмая А восьмая такая же мыльная, как девятая Девятая такая же мыльная, как десятая И, кстати, о прогрессе Вам, например, хочется знать о том, что в шестой, в седьмой и в восьмой Голпрохах стояла одна и та же матрица AMX 277 То есть три поколения Голпрох, одно и то же железо Потом матрицу все-таки заменили, но чисто для того, чтобы написать на коробке фломастером 5К Также не будет никакого прогресса при работе при низком освещении Так как в 21 веке современные матрицы шумят не из-за того, что они там греются и что-то излучают А просто из-за квантовой природы света Из-за того, что один фотон нельзя размазать на два пикселя Вот так вот хуёво наша вселенная сделана и, пожалуйста, не вините в этом инженеров Итого, что вы получаете, когда меняете старую Голпроху на новую? Да, по сути, обновления прошивки То есть байтики, которые в других обстоятельствах вы могли бы просто скачать из интернета И, кстати, есть экшн-камера, для которой обновления все время приходили именно таким образом Она называется DJI Osmo Action Она же много лет как содержала и другие инновации, которые стали доступны только в новых Голпрохах Например, съемное переднее стекло и передний экранчик Вот такой вот обзор экшн-камера от Тарантаса Я заебался и у меня чай кончился Всем спасибо Субтитры создавал DimaTorzok